Политика Тбилиси ставит под вопрос евроатлантическую интеграцию Грузии. Партия власти «Грузинская мечта» заявляет о стремлении в ЕС и НАТО. Но несмотря на массовые протесты в стране и резкую критику Брюсселя и Вашингтона, грузинский парламент принял закон об иноагентах и о семейных ценностях, запрещающий так называемую пропаганду ЛГБТ. Оба документа копируют российские репрессивные законы и противоречат демократическим ценностям. В июле 2024 года Североатлантический альянс отменил совместные учения с Грузией. А в Брюсселе заявили о фактической заморозке евроинтеграции страны. Недавно в ЕС предупредили, могут отменить безвизовый режим для Тбилиси, если предстоящие парламентские выборы будут непрозрачными. Евросоюз может рассмотреть возможность временной приостановки безвизового режима с Грузией, если парламентские выборы 26 октября в стране, являющиеся кандидатом на вступление в ЕС, не будут свободными, справедливыми и мирными. ЕС может принять меры, аналогичные тем, что были приняты в отношении Беларуси, авторитарного союзника России, находящегося под санкциями после выборов 2020 года. Павел Герчинский, посол ЕС в Грузии, из публикации издания «Голос Америки». В июне 2024 года Вашингтон впервые ввел визовые санкции в отношении политиков и чиновников, которые причастны к подрыву демократии в Грузии. 16 сентября по этой же причине примерно 60 граждан Грузии попали под визовые и еще 4 под финансовые ограничения. «Голос Америки» со ссылкой на источники сообщает, США рассматривают возможность ввести санкции в отношении бывшего премьер-министра страны и основателя партии «Грузинская мечта» Бедзина Иванищвили. У нас есть информация, что он, Бедзина Иванищвили, предпринял шаги по развитию отношений с российскими олигархами, предпринял шаги, чтобы предоставить России лучший доступ к грузинскому рынку. Фактически он совершал определенные действия по заданию российской разведки. Из публикации издания «Голос Америки». В Тбилиси такие действия Вашингтона и Брюсселя назвали попыткой повлиять на предстоящие парламентские выборы. По мнению аналитиков, сейчас у грузинской мечты нет массовой поддержки в обществе. Но руководство партии готово на многое, чтобы остаться у власти. И прежде всего они будут опираться на уязвимые категории населения. Это, во-первых, бюджетники, которые боятся, что в случае смены власти их уволят с работы. Это первое. И второй момент – это те люди, которые просто-напросто социально незащищенные. И для которых возможность участия в выборах – это получить хоть какие-то копейки. Здесь вопрос не в том, как будут голосовать, а как будут считать. И очень важно, конечно, сколько людей придет на выборы. Потому что чем больше людей придет на выборы, тем труднее будет их сфальсифицировать. Тем временем Бедзина Иванишвили пригрозил политическим оппонентам репрессиями. 14 сентября на предвыборном митинге он заявил, что устроит, цитирую, «Нюрнбергский процесс против оппозиционной партии – единое национальное движение». Это заявление вызвало недовольство в грузинском обществе и в некоторых городах Грузии прошли акции протеста.